Гардероб для каждой девушки – это мечты, ожидания, страхи, реальность. Одежда рассказывает гораздо больше о каждой из нас. Оля, какое впечатление ты хочешь произвести? Ярко проживать свою жизнь, уникальную, единственную, данную тебе на чистовик. Я спросила, есть ли у тебя более спокойная базовая сумка? Ты сказала, да, есть и принесла золотую. Да, но она однотонная хотя бы. Правильно расставляем цветовые пятна именно в объеме. Почему не 50 на 50? Думаю, никто не хочет выглядеть ниже и шире. Рыкав – это та фишка, которая очень хорошо корректирует фигуру. Очень важно, чтобы то, что вы надеваете, откликалось вам внутренне. Я сейчас просто на тебя смотрю и себя начинаю неловко чувствовать. Да, почему? Тот яркий случай, что стилист не одевает клиента так, как одевает себя. Такая на самом деле у нас коробочка леденцов получилась. Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Женщины». Меня зовут Ольга Чебыкина, это Леся Пятибратова. И сегодня мы у меня в гостях, получается. Хотя, как с ребятами мы в редакции шутим, где бы я ни появлялась, там везде сразу образуется автоматически студия. Мы так приезжаем в Москву. Номер отеля, казалось бы, может быть, это будут культурные экскурсии, какие-то походы, что-то такое интересное. Но нет, это всегда съемки. Поэтому даже в моей квартире, и это конкретно спальня, но все участники несъемочного действия уже дома отсутствуют, поэтому я могу развернуться на полную катушку. Как мы и обещали по вашим заявкам, сегодня мы говорим про особенности моего стиля. И было бы совершенно несправедливо, если бы я соло выступала в этом сюжете, потому что Леся тот человек, который к этому моему стилю непосредственно приложил руку. Надеюсь, тебе за меня не стыдно, потому что, знаешь, ты меня научишь, сделаешь, а я же потом еще и в свободное плавание иду и тоже немножечко там нарушаю, какие-то штучки придумываю. Но сегодня все расскажем, как и что у нас образовалось. Мы сегодня в такой интимной зоне, я бы там сказала, потому что гардероб для каждой девушки – это мечты, ожидания, страхи, реальность. Это то, какой мы хотим быть, то, какой мы хотим казаться, то, что у нас внутри. И одежда, она рассказывает как бы гораздо больше о каждой из нас. Даже если сейчас на нас посмотреть, это абсолютно заметно, кто к чему больше радеет и кому что на самом деле больше нравится. Важно понимать, что любая вещь, которая попадает в гардероб, это правильная инвестиция, да, для того, чтобы не получилась ситуация, что нечего носить, некуда сложить. А такие моменты бывают иногда, когда я прихожу к своим клиентам, к новым клиентам, когда гардеробный ассортимент очень расширен, а по сути стилевые схемы создать сложно только потому, что покупки делаются спонтанно. Я всегда спрашиваю своих новых клиентов, поскольку тебя-то я уже как бы знаю, и новым клиентом тебя назвать не могу. Но когда мы начинали работать над твоим гардеробом, вспомнишь, разбор был в другой комнате, я спросила, Оля, какое впечатление ты хочешь произвести? И почему на самом деле это важно? Потому что этот момент соединяет внутренне и внешне. Если покупки будут совершаться только потому, что кто-то это сказал, назвал трендом, только потому, что кто-то это объявил must have, must hot, и это не откликается внутри, вещь приобретена, красиво повешена в гардероб, и по сути она дальше не работает, не носится. Поэтому начнем как будто все сначала, какой ты хочешь быть. Ну, я думаю, что все, кто не первый раз меня видит в этом сюжете, а имел удовольствие или неудовольствие хоть сколько-то наблюдать, конечно, скажут, что один из моих, наверное, ключевых посылов это яркость, яркость проживания жизни, яркость проявления в жизни. У меня есть такое глубинное ощущение, что каждый из нас пришел в этот мир в данном физическом воплощении на одну жизнь, на один раз, и это преступно пропустить такой уникальный случай, будучи избранником вселенной, избранником бытия, вдруг прожить серую и незаметную жизнь. То есть это совсем не про меня, и не то, чтобы у меня стояла задача своим примером кого-то вдохновлять, просто я уже знаю, что это происходит по откликам огромного количества моих зрителей, моих подписчиков. Да, это, наверное, яркость проживания жизни. И еще один момент, готовясь к съемкам, я тоже продумывала, как бы это обозначить словами, потому что я же интуитивно свой гардероб формировала до обращения к специалисту, как и все делают. Понятно, что мы все равно так или иначе хватаем у чужие мнения, и тренды, и из журналов, и из телека, что-то от известных блогеров, кто откуда, от подружек, то, что с детства было, то, как мама одевалась и так далее. Став взрослой, анализируя, почему у меня есть то, что есть в моей гардеробной, я поняла, что один из моих главных принципов, которые я часто озвучиваю, уча людей коммуникации, это можно не выбирать, быть и профессиональной, например, и женственной, и даже сексуальной. То есть моя сексуальность, мое проявление себя как женщины не снижает моего профессионализма как интервьюера, например, как преподавателя. Можно не выбирать зеленое или терракотовое или голубое. Я хочу и то, и другое. Почему я должна от чего-то отказаться? То есть в этом еще в моем гардеробе, наверное, какая-то жадность жизни, что ли, туда же к яркости, но тем не менее. Не выбирать. Можно быть и умной, и красивой. Если ты красивая, стильная и следишь за собой, это не делает тебя легковесной, это не делает тебя поверхностной. Вот, наверное, два главных посыла. Ярко проживать свою жизнь, уникальную, единственную, данную тебе на чистовик. И не выбирать между хорошим и очень хорошим, а брать все. Ключевой паттерн. Почему? Потому что если для кого-то вот те комплекты, которые мы покажем чуть позже, покажутся яркими, ну, допустим, ты пойдешь в комплементарной, в аналоговой схеме. Я люблю очень охроматый плюс один акцент, но как бы по мне и по моему аккаунту на самом деле это видно. Поэтому здесь правильных каких-то ответов нету, никакого клише нету. Просто я хочу на это на самом деле обратить внимание. Не повторять, трюки выполнены профессионалами. Как раз наши сюжеты же направлены на то, чтобы люди научились думать, анализировать. Максимальная результативность наших вот таких лекций, мастер-классов – это вдохновение, какой-то импульс дать людям. Мы показываем стилевые схемы, паттерны – это способ воплотить их в рамках своего гардероба, если, допустим, стилевой вектор будет откликаться. Соответственно, когда мы определили два ключевых момента, дальше что мы делаем? Мы уже определяем те самые стили, которые могут быть в твоем гардеробе. Соответственно, каждый стиль имеет определенные критерии, но об этом мы очень долго углубляться не будем, потому что тут тогда можно отдельную лекцию провести, но скажем, что по оленым критериям, по оленой цели у нас, безусловно, подходит романтика, у нас, безусловно, подходит деловой, у нас подходит драма, у нас подходит уже в меньшем ключе природный стиль. Но дальше, после того, как мы уже определили ассоциации, после того, как мы определили ключевые стили, мы начинаем прорабатывать стилевую константу, стилевой вектор. То есть это вот фундамент всех комплектов, которые есть у тебя в гардеробе. Это фундамент понимания твоего стилевого воплощения, и это, возможно, ассортиментная матрица твоего гардероба. Соответственно, все 9 критериев тоже рассказывать, я думаю, что нет смысла, оставим такую некую завесу тайны, но скажу о том, что определенные паттерны являются ключевыми, и у тебя это, конечно же, цвет, потому что цвет присутствует в каждом твоем комплекте. И сколько я тебя знаю, в черном комплекте, но с розовыми перьями, ты выходила буквально недавно. Это, мне кажется, был самый хромантический вариант. Тут наверняка стоит упомянуть тот момент, что когда мы разбирали твой гардероб, я спросила, есть ли у тебя более спокойная базовая сумка, ты сказала, да, есть, и принесла золотую. Да, но она однотонная хотя бы. Вот. И, соответственно, цвет у нас выходит на первый план, дальше мы учитываем количество слоев, да, многослойный комплект, насколько тебе комфортно ходить. Ну, говорить о том, что ты зимой ходишь в лодочках, наверное, уже можно, но если мы говорим про количество слоев, как правило, у тебя 3-4 слоя в комплекте. Это плечевое изделие, это поясное изделие, это второй слой плечевого изделия, либо жилетка, либо жакет, либо джембер, и вариант пальто. Здесь тоже нужно учитывать кинесику, насколько каждому из вас будет комфортно в такой многослойности, потому что, допустим, я могу носить только два слоя плечевых изделий, вот сверху пальто уже будет накидывать неудобно. Ну, и, конечно, природные данные мы не забываем учитывать, потому что если есть акцент в плечах, то такой многословность мы не делаем. И третий паттерн, который мы, конечно, не можем не рассмотреть, потому что для тебя он тоже является ключевым, это аксессуарная группа. У тебя всегда в комплекте шляпы, у тебя всегда в комплекте акцентные серьги, у тебя всегда в комплекте акцент на какая-то интересная обувь, которая балансируется с основным комплектом. Ну, и здесь у нас уже на реле шесть вариантов комплектов, но это те, которые мы покажем, поскольку их здесь, на самом деле, гораздо больше. И отталкиваться мы будем от последнего нашего шоппинга, который был совершен в брендах Морелла, Максинко и Хуго Босс, где мы оторвались именно в плане цветных характеристик. Что мы купили? Мы купили все то, что само по себе красиво, комплиментарно, и, естественно, вписывается в мой гардероб. То есть, на самом деле, покупок раз, два, три, четыре, пять, это вообще костюм, наверное, можно считать как одну. Это все мои обновления на весну, то есть больше я ничего покупать не буду, чтобы вы не думали, что, знаете, я каждую неделю покупаю по пять-шесть вещей, и поэтому сейчас вам делаю какой-то такой сюжет, не привязанный к жизни. Абсолютно нет. То есть, все остальные вещи куплены давно. Многие из них – это вещи российских дизайнеров. Я с удовольствием в своих социальных сетях всегда отмечаю бренды, и сейчас такая ситуация и финансовая, и геополитическая, когда на первый план выходит местный производитель, и я очень рада, что мне не придется, знаешь, рыскать по рынку, что-то выисковать, потому что я уже очень-очень много лет, в том числе ношу вещи российских дизайнеров, уральских дизайнеров, и шью вещи на заказ. Но есть бренды, приверженность к которым тоже длится уже много лет. Это Морелла, Макс, Энтко и Хьюго Босс одни из них. Потому что в Хьюго Босс мы докупаем тебе деловую капсулу, более какие-то строгие элементы гардероба, когда тебе нужно в соответствии с интервью, либо с выступлением держать определенные критерии. Ну, а в Морелла, Макс, Энтко мы уже, как правило, отрываемся по цвету. И я, ты знаешь, позволю себе не согласиться, потому что, ты говоришь, костюм, что это одна единица, на самом деле это две самостоятельные вещи. Что касается брюк, да, насыщенный, яркий, зеленый оттенок, это история, которую мы легко заберем с тобой. Если у меня был бы другой клиент, я бы сказала весна, лето и осень. Но с тобой... И зимой. Но с тобой и зимой, на самом деле, абсолютно легко, только уже с более комфортным трикотажным верхом. Мы рассказывали, в чем пиджак отличается от джакетов в первом нашем мастер-классе. Тоже тот момент, который также будет работать абсолютно самостоятельно в гардеробе, с любым поездным изделием. Это может быть и юбка-пачка, это могут быть и джинсы, это могут быть и кожаные брюки, как у меня, это может быть и какой-то коктейль на платье, когда пиджак небрежно накидываем на плечи, как будто с мужского плеча. Что касается еще одной нашей покупки, на самом деле, честно могу признаться, блузка, когда увидели ее просто на плечиках, не произвела такого феноменального впечатления, как тогда, когда ты ее померила. Мы обе сомневались по поводу нее, потому что, ну, вроде такой, какие-то городомарины, да? Не чужды романтические образы, но даже для меня казалось как-то вычурно. Сказала Оля, которая сейчас стоит в романтической рубашке нежно-кового цвета. Но на самом деле, что смущало здесь, смущал намек на вот такой достаточно открытый викторианский стиль. Я имею в виду увеличенная линия жабо, да, вот те самые валаны, которые по рукавам. Но когда блузку мы примерили, на самом деле абсолютно четко была картина того, что тоже она может работать в абсолютно разных стилевых направлениях, абсолютно разных стилевых комплектах. Не только с брюками, как мы этот вариант покажем, но и с джинсами, также, допустим, с той же кожаной юбкой. Что касается нашей четвертой покупки, это кожаная юбка с эффектным разрезом по передней половинке для того, чтобы как раз сексуальности, о которой ты говорила, добавить. Потому что, когда открывается женская ножка, тонкая щиколотка, это всегда на самом деле приковывает внимание. Про цвет не могу не сказать, даже не в том ключе, что это является ключевым вектором твоего стиля, а именно то, что является трендом сезона. Поэтому здесь у нас история два в одном. Это кожа, причем безумно вообще комфортная по ощущениям. И что лично импонирует мне, юбка на комфортной резиночке. Это значит, талию она будет аккуратно подсобирать, не будет пережимать. И резинка идет полностью в тон основного изделия. Соответственно, можно будет абсолютно легко любое плечевое изделие заправлять, делать абсолютно вариативную драпировку. Это как раз-таки та самая вещь, которая у нас имеет среднюю плотность. Она, несмотря на то, что смотрится объемной, она не грубая, достаточно нежная. Она невероятно приятная, потому что порой вязаные вещи в составе, которые имеют, допустим, шерсть либо мохер, они прям колются и некомфортно носить. И это на самом деле узнаешь только тогда, когда ты уже действительно составляешь комплект и выходишь из дома. Потому что за момент примерки не всегда это бывает на самом деле понятно. Когда целый день проходил, но этот цвет уже прошел проверку. И вы видите все цвета, которые я люблю, плюс и цвета сезона. Это как раз-таки тоже тот момент, который всегда присутствует в твоем гардеробе. Очень часто ты используешь принт. И что позволяет сделать принт? Он позволяет выцепить определенный оттенок цвета и закординировать его. И, соответственно, поскольку данный джемпер у нас разнообразен именно в цветовых характеристиках. Есть и лавандовый, есть и более насыщенный фиалковый цвет. Есть и такой оттенок цыпленка, есть и оттенок лазурный. Здесь на самом деле у нас может появиться достаточно разнообразные цветовые характеристики. Могут быть такие яркие брюки и такой вариант аутфита. В твоем стилевом векторе, в твоем стилевом решении можем добавить сюда и те самые голубые лодочки. Но только уже грамотно сюда будем добавлять сумку. Скорее всего это будет какой-то светлый оттенок для того, чтобы все закординировать. И тот момент, когда вы составляете сложные цветовые схемы, на что я всегда рекомендую обращать внимание, это во-первых, мы не берем уже такие стандартные моменты, как эта посадка по фигуре, как это стилевой вектор, стилевая константа. Мы правильно расставляем цветовые пятна именно в объеме. То есть у нас одно цветовое пятно, вот ты сейчас являешься ярким примером, должно быть больше, чем второе цветовое пятно. То есть у нас соотношение должно быть 70 на 30, либо 60 на 40. Почему не 50 на 50? Потому что когда получается такая эстетика, визуально тебя расширяют, визуально тебя снижают. Я думаю, никто не хочет выглядеть ниже и шире. Абсолютно точно. Соответственно, если такая тенденция возникает, то здесь мы можем, например, добавить аксессуарную группу в тон того цветового пятна, который хочется вытянуть. Либо, допустим, у какого-то цветового пятна, как правило, это пельчевое изделие, поднять рукав, объем цветового спектра уже в комплекте на самом деле будет значительно меньше. Ну и рукав – это та фишка, которую очень хорошо корректировать фигуру. Потому что как только рукава у нас приподняты, у нас открываются запястья, линия груди становится больше. Это значит, женственная фигура будет прорисована более активно. И мы открываем тонкие косточки нашего организма. Ключица, ты знаешь, запястья и щеколотки. Всегда комплект смотрится как раз-таки легче. Поэтому, если 20 цветовых пятна, 60 на 40, 70 на 30, если уже более сложная цветовая схема, лучше всего сделать координацию цвета, что мы на самом деле с тобой сделали. У нас верх в голубом оттенке и низ в голубом оттенке. Визуально глаз – это будет считывать как единый цветовой отрезок. Визуально ты будешь смотреться компактнее и повыше, и поуже. И постройнее. Все то, что нужно. Повыше, на самом деле, да, и поуже. Поэтому вот такие вот маленькие лайфхаки, маленькие стилевые фишки. Это очень часто, когда мы девочек стилизуем, когда, допустим, они подходят к зеркалу, ты что-то заправляешь, расправляешь, подгибаешь. И вот оно магическое волшебство стилистики, когда все у нас на самом деле совершенно прекрасно получается. Брэнди Морелла Макс Инко, для меня на самом деле это цветовая отдушина, потому что не так много представлено у нас как раз-таки цветового спектра в магазинах. Несмотря на то, что я сама по-своему стилевой константе очень люблю охроматы, хотя у нас с тобой голубой сегодня координирует в нижней части аксессуарной группы. Но опять-таки, да, тоже для девочек, для девушек, для леди, кто будет смотреть данный мастер-класс, очень важно, чтобы то, что вы надеваете, откликалось вам внутренне. Мы, девочки, одежду используем не как мужчины. Мужчины, как правило, одежду используют для того, чтобы было комфортно, для того, чтобы было тепло, и, пардон, прикрыть наготу. Да, ну, утилитарно. Да, и только потом уже создать какой-то мессенджер в обществе. Мы все-таки своим комплектом всегда что-то рассказываем, всегда парируем, всегда говорим о себе значительно больше. Даже если вот нас сейчас с тобой вдвоих поставить, абсолютно разное впечатление от комплектов будет. Поэтому важно понять, услышать себя, учесть свои природные нюансы, учесть свои природные данные, проработать свою стилевую константу по определенным вводным данным, и дальше уже творить, использовать все вот маленькие секреты, которые мы рассказываем на протяжении третьего мастер-класса. Перед тем, как мы вам все продемонстрируем, очень важное объявление. Во-первых, призываю всех подписаться на мой Телеграм. QR-код для вас на экране оставляю. Также будет активная ссылка в описании к этому видео. И в Телеграме мы часто продолжаем обсуждение, начатое, например, на Ютюбе или в других социальных сетях. Поэтому у нас будет возможность в Телеграме разместить активные ссылки на все. И любые ваши мнения, соображения. У меня в Телеграм-канале подключены все комментарии и реакции всевозможные от моих зрителей, от моих подписчиков. То есть это такой активный чат. Для тех, кому нравится твой подход, для тех, кто видит в тебе настоящего профессионала, коим ты являешься, тоже оставим ссылку в описании обязательно к этому видео, потому что я знаю, что у тебя тоже Телеграм-каналы есть. Все активные ссылки под этим видео. Очень мне понравилось сейчас в этой социальной сети, кто-то мессенджером называет общаться, потому что какое-то более теплое взаимодействие. И за счет вот этих голосовых, например, сообщений, за счет публикации видео, то есть в социальной сети, которую нельзя сейчас слух упоминать, нельзя было голосовушку сделать. А тут ты отправляешь голосовое сообщение в свой Телеграм-чат, и такое чувство, что это как в семейном чате происходит. Люди спокойно могут на это реагировать. В общем, классно. Ждем ваших подписок, ждем ваших реакций. И, кстати, а под этим видео на YouTube, пожалуйста, пишите свои впечатления о комплектах. Как Лесь правильно отметила, мы совершенно разные посылы отправляем в мир. Можете писать, что вы считываете с меня, что вы считываете с Леси. Наше обсуждение открыто для того, чтобы вы и на комментариях друг друга, в том числе, учились и сверяли свое ощущение. Ну что, я переодеваюсь. Надеюсь, вы там в обморок от моей красоты не упали. Держитесь еще, держитесь. Дальше еще круче будет. Дальше будет круче. У нас первый вариант комплекта. Это тандем двух брендов Morello, Max & Co. То, что касается цветовых характеристик, поскольку, как я сказала, это ключевой вектор в твоей стиле в опоре, у нас здесь аналоговая цветовая схема, плюс ахромат. Аналоговая – это оттенки зеленого и оттенки коричневой цветовой семьи. Ахромат у нас белая блузка, у нас белые лодочки, но в лодочках у нас также присутствует акцент красно-цветовой семьи. И за счет именно данного акцента мы, в принципе, могли бы рассмотреть аксессуарную группу тоже с розовыми вариациями камней, но мы решили здесь применить жемчуг. И, конечно, координация коричневого цвета у нас присутствует в ремне, который, согласно слабому периоду в моде, еще больше очерчивает и подчеркивает женственный силуэт. Слабый период в моде – это когда есть склонность к более женственным силуэтам. Да, к более легким тканям, к более активной драпировке и к цветным комплектам. То, что ты ждала. Я ждала очень-очень много десятков лет, когда, наконец-то, я попаду в тренды, потому что я всегда иду своим путем. И вот дождалась женственной силуэты, цвет таки вернулся. В общем, можно сказать, что я даже в тренде, хотя одеваюсь так, как нравится конкретно мне. Я думаю, что кому-то, на самом деле, такой комплект может показаться очень акцентным, нарядным, но вот в таком аутфите ты можешь пойти, на самом деле, в любой свой рабочий день и на лекцию к студентам, и на интервью, потому что эффект и момент того, что ты наряжаешься, потому что ты яркая каждый день, у тебя, на самом деле, присутствует в гардеробе, тоже, опять-таки, является паттерном твоего стиля. Но данные брюки, безусловно, можно будет носить не только в тандеме костюмного ансамбля, поэтому я сейчас предлагаю переодеться. Брюки превращаются в элегантные шорты. Ну, почти. Мы сняли верхний слой плечевого изделия, мы сняли пиджак и заменили его на более мягкий, комфортный кардиган, но здесь у нас присутствует принт. Это тоже, как я уже говорила, один из паттернов твоего стилевого вектора. Но здесь, опять-таки, стилевая схема сама по себе сложная, плюс цветовая схема тоже сложная, потому что у нас здесь работает монохром в верхней и нижней части комплекта, плюс охроматый в верхней и нижней части комплекта. И опять координация, получается, у нас идет основного нательного комплекта, как его называют стилисты, и аксессуарной группы. Да, вариант номер два. Я уже за кадром Леси сказала, что вот как раз ты, несмотря на твою любовь к охроматическим комплектам и одному яркому акценту, то есть я этот кардиган носила с более спокойными, на мой взгляд, это джинсы, но терракотовые брюки, да, потому что эти травянисты зеленого, у многих, я знаю, существует предубеждение, что один зеленый будто бы должен соответствовать другому зеленому, а тут принципиально разные зеленые, и это окей. У нас здесь принципиально разные зеленые, но которые совпадают по резонансу и по температурному режиму, поэтому это носим. Поняли? Прежде чем расскажешь про этот комплект, который сформировался у нас на съемках, так я еще никуда не ходила, вы знаете, что брюки новые, поэтому, собственно, невозможно было практически, я изменила своей любви к платьям. Если когда мы с тобой познакомились, в основном у меня были платья, то сейчас я просто такая фанатка костюмов вместе и жакетов, и пиджаков по отдельности, словами не передать, потому что такое огромное количество комбинаций возникает, ну, неимоверное, платье все-таки это моно-вещь, очень сложно разделить. Итак. Вариант номер три, да, мы оставляем формат основного поясного изделия, потому что ты совершенно верно заметила, у тебя сейчас именно в твоей стилевой константе основное изделие это брюки, и второе это уже как раз-таки пиджаки либо жакеты. Здесь из трех вариантов комплектов, несмотря на то, что он смотрится, казалось бы, достаточно спокойным, сложная стилевая схема, самая сложная цветовая схема, это здесь у нас работает уже триада, потому что оттенки голубого в принте, оттенки голубого у нас в выбранной паре лодочек, бежевый и зеленый. Плюс мы немножко усилили акцент на портретную зону, потому что используем современную стилевую схему, это дублирование двух воротничков. Ну, и аксессуарную группу уже здесь не стали усложнять, как раз-таки координацию вверх части комплекта выбрали и дали, и в коричневой сумке. Ну, сумка может быть черная, да, что-то такое нейтральное. Сумка может быть черная, да, но опять-таки комплект мы можем как и несколько успокоить, так на самом деле и повысить экстравагантность, если сюда добавить шляпу в коричневых оттенках. Да, и, кстати, это одна из моих любимых шляп, посмотрите, тут все так совпало, что у нее подклад сделан зеленого цвета, потому что зеленый и коричневый – это очень благородное, известное всем такое красивое сочетание, что, собственно, доказывает, что мы не ошиблись, выбрось сюда коричневый головной убор. Примерять не буду, иначе у меня испортится прическа, просто поверьте на слово. Ну, меня в шляпе вы тоже много раз уже видели, это касается тех, кто регулярно наблюдает за мной в социальных сетях. Я сейчас просто на тебя смотрю, и себя начинаю неловко чувствовать. Да, почему? Вот такая черная, и тут все цветное. Честно, вот мне кажется, что сейчас тот яркий случай и доказательство того, что стилист не одевает клиента так, как одевает себя. За кадром Оля сказала, что мой охроматый цвет, и вообще просто буйство цвета в рамках твоего костюмного ансамбля, это как раз-таки наглядное представление, насколько важно чувствовать своего клиента, понимать и знать. Потому что тот шоппинг, который у нас с тобой был в Морелло, Максенко и Хогобосс, мне кажется, мы работали минут, наверное, 25. Да. Потому что к тому приезду Рейл был готов, и вот, пожалуйста, брюки от костюма легко на самом деле миксуются с мягким, комфортным джемпером. Мы сюда вводим еще сумку в таком оттенке охра, и координация одного из оттенков джемпера нежно-розового у нас идет в выбранной паре лодочек. Ну, высокие каблуки, ты в них ходишь 24 на 7, 19 месяцев в году, поэтому здесь я даже как бы не переживаю за то, что тебе будет вдруг какой-то дискомфорт, зная, что это тоже фишка твоего образа. Да, именно так. И мы длину брюк корректировали, но они изначально были даже не обработаны снизу, потому что, ну, чтобы каждый сделал под себя, потому что это была бы принципиально другая длина, если бы, например, с кедами носить, с чем-то на низком ходу. У меня есть кеды-кроссовки, естественно, но это в основном джинсы. А все, что касается брюк, я предпочитаю высокий каблук. И что касается данного комплекта, да, как его можно несколько утеплить при необходимости, у нас здесь на самом деле может появиться вариант плечевого изделия. Это стеганая куртка, которая уже в своем исполнении координирует фиолетовый оттенок и оттенок охры, который у нас есть в сумке. Почему у нас появилась здесь? Потому что мы опять координируем оттенки, которые присутствуют в нательном варианте аутфита. У нас также могут появиться здесь достаточно активные ботильоны на высоком каблуке не только розового цвета, допустим, зеленого или того же оттенка охры. Яркий, динамичный комплект, плюс здесь есть такая манящая доля привлекательности, да, поскольку все-таки брючки у нас идут полуприталиновые силоты, поэтому женственные формы они очерчивают. Мне кажется, что это нетипичное решение для Хьюго Босс, но я очень рада, что они вот в сторону такого цветного креатива, да, теперь склоняются. Безусловно, тем радостнее неприятнее, потому что это привлекает для бренда новую аудиторию, и это дает возможности аудитории, которая работает с брендом, по-новому взглянуть на свой гардероб. Ну, такая на самом деле у нас коробочка леденцов получилась, потому что опять светлые, мягкие, комфортные оттенки присутствуют, ну и те самые удачно купленные сапоги. Несколько месяцев назад, я помню, я еще в своем аккаунте выставляла голосование, какие же сапоги. Вы купили новые сапоги, Вера. Да, какие же сапоги выберет Оля, и на самом деле большинство ответило абсолютно верно, и опять-таки можно эти сапоги и в рамках данного комплекта рассматривать, поскольку уже есть такой легкий намек на этот оттенок на рукаве, но по идее, опять-таки, зная стилевые схемы, зная цветовые схемы, можно было сюда ввести эти сапоги без учета принта, который присутствует в джембере. Данный вариант комплекта, безусловно, можно будет опять-таки утеплить при необходимости, У нас все-таки так раньше впереди осень и зима, и поскольку оттенки у нас остаются актуальными на несколько месяцев, безусловно, вперед, и каждая, как я уже сказала, вещь должна быть оправдать свою инвестицию и обыграна в разных интерпретациях в рамках кратеробного ассортимента, можно, безусловно, такую яркость собрать и в зиму, поэтому тот самый бомбер мы сейчас тоже накинем на плечи и покажем, какой вариант уже более теплый у нас получился. Знаю тебя, мне кажется, ты сюда еще 100% добавишь шляпу. Да, могу. На самом деле, я, честно говоря, сбилась с количества, какого у нас получилось, гардеробных решений абсолютно разного направления, абсолютно разных цветовых характеристик, но все это укладывается опять-таки в твою стилевую константу, да, и основными тезами которыми являются я не выбираю, но я при этом люблю цвет. Поэтому, завершая наш сегодняшний мастер-класс, хочется сказать, что делайте правильные покупки, делайте правильные инвестиции в гардероб, так, чтобы каждая вещь позволяла обыграть ее в разных стилевых схемах. Это удивительный был экспириенс даже для меня, потому что, принеся вещи домой, я уже прикинула, как можно их интегрировать в существующий гардероб. Пришла Леся и добавила еще несколько нетривиальных, неожиданных вариантов. Я надеюсь, что вдохновила она таким образом не только меня, но и вас. Спасибо огромное, что смотрите нас на канале Женщины. Не забывайте подписываться на нас на Ютубе. И в описании к этому видео есть мой телеграм-канал, телеграм-канал Леси. Подписывайтесь, переходите, и там уже можем продолжить наше общение и обсуждение. И, кстати, на те бренды, которые мы сегодня упоминали, на которые с удовольствием ссылались, также ссылки в описании видео оставлю. Особенно обратите внимание, есть раздел дисконта. Минус 30% на предыдущие коллекции, например, на зимние вещи. Поехали. Да, прямо сейчас после съемки и рванем. И, как ты правильно сказала, все-таки, когда закуп идет очень грамотный, вещи зимнего сезона точно будут актуальны этой осенью и следующей зимой. Поэтому это классный шанс сделать такое вложение в хороший бренд, и носить его много лет, радуясь и радуя окружающих. До встречи в следующих выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok